Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу, в День памяти апостола Фомы, за богослужением читаются два евангельских зачала. Апостолу посвящается отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 31, и рядовое чтение от Луки, глава 5, стихи с 27 по 32. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. И бе народ мытарей мног и инех, и жебяху с ним возлежаще, и раптаху книжницы на него и фарисеи, ко учеником его глаголюще, почто смытари и грешники ясти и пиете. И отвечав Иисус рече к ним, не требуя здравия врача, но болящие, не приидов призвать и праведных, но грешные в покаяние. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, проходя, Иисус увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи раптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками. Иисус же сказал им в ответ, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Строки сегодняшнего евангельского чтения повествуют о призвании Господом евангелиста Матфея в число 12 учеников. Описание этого события нашло свое отражение у евангелистов Луки, Марка и самого Матфея. Только, как замечает Ефимий Зигабен, Лука и Марк из почтения их соученику опустили известное его имя, назвав его Левием, потому что и так его называли. Сам же Матфей открыто признается, что был мытарем, так как и Христос не стыдился его. Необходимо отметить, что в Палестине больше всего не любили именно мытарей, то есть сборщиков податей и налогов в пользу римской казны. Палестина пребывала под игом римлян, а мытари находились на римской службе, поэтому на них смотрели, как на предателей и изменников. Римляне обычно отдавали сбор налогов на откуп. Они устанавливали определенную сумму налога для каждого района, а потом давали право взимать его тому, кто предложит наибольшую цену. Если откупщик в конце каждого года вносил в римскую казну установленную сумму, он имел право оставлять тебе все, что смог собрать сверх этой суммы. А вследствие того, что в то время не существовало газет, радио, телевидение или каких-нибудь иных способов информировать население, простой народ не имел ни малейшего представления о том, какая сумма в действительности подлежала оплате. Налоги же взимались практически со всего – за пользование главными дорогами, гаванями, рынками. Честность среди мытарей была очень редким явлением. Именно поэтому люди ставили мытарей в один ряд с грабителями и убийцами. Им запрещали вход в синагогу. И тем не менее Господь призвал сборщика налогов стать его учеником. Борис Ильич Гладков пишет. «Этот мытарь, занятый постоянно сбором пошлин, вероятно, только слышал о совершенных Иисусом чудесах, но сам едва ли видел их. Однако он бросает все, и возрожденный этим призывом идет за Иисусом». А фарисеи и книжники, слышавшие свидетельство Иоанна, видевшие чудеса, совершенные Иисусом, не пошли за Ним, то есть не сделались Его последователями. Это доказывает, что грешники, сознающие свою греховность и готовые искренне раскаяться, ближе к Царству Небесному, чем превозносящиеся своей мнимой праведностью. Такова сила слова Господа, что мытарь, человек зажиточный и жадный, бросил все и последовал за Ним, не имевшим, где и главу преклонить. Обрадованный призывом Господа, Матфей пригласил к себе в дом Иисуса Христа и Его учеников и устроил им угощение. По восточному обычаю, приглашенные на обед или ужин не сидели за столом, а возлежали вокруг невысокого стола на особых приставных скамьях или диванах, облокотившись левой рукой на подушку. В дом Матфея пришли и его товарищи по сбору податей, другие мытари, и возлегли со Христом и Его учениками за одним столом. Это-то и дало повод законникам осудить Господа за такое сближение с грешниками. Увидев, что Господь ест с ними, книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам Его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» На что Господь отвечает. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Этими словами Спаситель указал на то, что каждому больному человеку нужен врач, а значит, именно такие, как Матфей и его друзья, больше всего нуждались в нем. Блаженный Феофилакт поясняет, «Я пришел теперь, — говорит Господь, — не как судья, но как врач, ибо я пришел призвать неправедников, — говорит, укоряя их, то есть. Я пришел призвать не вас, которые оправдывают сами себя, так как нет ни одного человека праведного. Я пришел призвать грешников, однако не для того, чтобы они оставались грешниками, но чтобы покаялись». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат глубокую и неприходящую истину о том, как важно научиться смотреть на грешника не как на преступника, а как на немощного, больного человека. Если бы мы научились видеть в человеке, совершившем ошибку, не того, кто заслуживает презрения и осуждения, а того, кому нужна помощь и любовь, чтобы найти правильную дорогу ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на Тяуповах Спаси мя от всех гонящих мя Избави мя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok